Два часа находились они в воздухе. Самолет шел все время по приборам. Серая обхлотная мгла лежала над огромным пространством. Согласованность действий команды достигла своего высшего предела. И самолет казался людям живым, наделенным волей существом. Александра Ивановна ушла к себе. Села под открытым окном. Слушала. За воротами сидели двое и говорили. Воет и воет. Слышался низкий, злой голос. Однако всему бывает конец. Конец соломенного бреда настал как-то сам собой в исходе зимы. Скотина наполовину пропала. Мне казалось, что я на одну минуту завел глаза, а уже кто-то словно выламывает простенок. Сажусь, стараясь дать себе отчет. Да, кто-то торопливо нервно стучит в окно. Когда Роунаки ушел, лачуга показалась Джаксиру совсем мрачной. Болтавшиеся на веревке лохмотья одеял навевали жуть. Пинин потупился и уставился на пол. Майор поглядел на его смуглое лицо, смерил его взглядом с ног до головы, а потом посмотрел на его руки и продолжил, не улыбаясь. Так ты и правда не хочешь, майор Преумолк? Я только что навсегда расстался с Парижем. Я был утомлен, чертовски утомлен и испытывал невыразимое отвращение ко всей той мерзости, ко всем тем глупостям и низостям, на которые вдоволь насмотрелся и в которых сам участвовал целых пятнадцать лет. Однако, видя, что старуха не плачет и даже слегка улыбается, а Верекино жужжит и жужжит, она наклонилась, поцеловала ее колени и заговорила. Когда мы выбрались на бульвар Лас-Вегаса, он рассказал, что дал одному из носильщиков в аэропорту десять баксов, проследить, как его пьяная подружка доберет сюда Американо, где у нее забронирован номер. Напился с горя Альфред, пьяный, в третьем действии и устроил он, братцы, вы мои, скандал здоровейнейший, этой травяте своей. И одной у тех была Заряслава синяя синица, совсем ручная. Если мальчик скок и клюнет из чашки, играет ли, бродит ли по лугу. В мужском монастыре юный послушник подходит к Игумену и говорит, «Отче, тут такое искушение у меня было. Я вчера работал на монастырском поле, а мимо такая девушка с гормышлом прошла». Вихрь лег на землю, полежал так с минуту, а потом стал потихоньку отползать в лес. «Да отчего оно плачет? Домогается, как глупый Митя. Почему ручки голенькие? Почему его не закутают? А из зябла, детек, промерзла одежонка, вот и не греет. Да почему это так? Почему все не отстает глупый Митя?» Я допил свой четвертый стакан и разволновался. «Когда тебя нет, мой мальчик, я совсем одинок. Ты понимаешь?» Трое приникли к груди парня. «Говори сердцем, говори сердцем, говори сердцем!» Громко произнес Уранов. «Говори, говори, говори, милый!» – забормотал Горбовец. «Говори сердцем, сердцем, говори сердцем!» Радостно прошептала Ру. А в окровавленной посиневшей груди Возникал и пропадал Странный звук «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя» То, как зверь она заводит, то заплачет, как дитя. То, как кровля беджай, вдруг соломой зашумит. То, как путник запоздалый, к нам в окошко застучит. Наша ветхая лачушка и печальна, и темна. Что же ты, моя старушка, приумолкла у окна? Или буря завываньем ты, мой друг, утомлена? Или дремлешь под жужжанием своего вередина? Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей. Выпьем с горя. Где же кружка? Сердцу будет веселей. Спой мне песню, как синица тихо за морем жила. Спой мне песню, как девица за водой поутру шла. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. То, как зверь она заводит, то заплачет, как дитя. Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей. Выпьем с горя. Где же кружка? Сердцу будет веселей. Спойный песню. Я люблю кружку, бедной юностики. зовут то заплачет как дитя